здравствуйте друзья сегодня у нас карантин но погода более-менее точки но он ничего пока дождя нет я вам покажу свои почвопокровники сейчас вот покажу это все на улице у меня растет вот это почвопокровник я не знаю как называется я покупала ваша не но понравилось что он такой низенький название не было поэтому я вам не скажу название это не даже есть красненькие а вот это вот одно и то же но это я побоялась что зимой у меня вымерзнет я посадила такие плошечки и оставила в теплице и вот такое вот безобразие получилось то есть хочу сказать зимует прекрасно очень красивый именно который в открытом грунте растет вот ну название не могу сказать ну каменная роза я их люблю они у меня везде это отчиток сан спарклер вот сейчас я покажу то что я садила тоже побоялась нигде не написано как его выращивать поэтому я посадила в горшке и поставила в теплицу вот теплицы выросли вот такие безобразие такое то есть тепло для них плохо там есть конечно вот в пазухах много-много там новых ростков я так думаю что это все вырастет и будет красивая но лучше всего на улице морозы у нас были ну не длительные но приличные вот посмотрите у него пигмент у этого сан спарклер очи так или седум называют у него пигмент именно от солнца вот у меня в открытом грунте растет вот посмотрите внутри он вот такой но набитый такой весь 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 а вот он же вот вот это он же у меня рос в теплице ну какие-то горшки хорошие какие-то не очень но вот тут вот тут вот он пигмент у него от солнца поэтому на самом открытом грунте на самом открытом месте на солнце надо растить мороза не боится в тени он будет просто серо безобразный вытянутый поэтому только солнечные места не прихотлив почва я так думаю но я в нескольких местах садила ну везде неплохой вырос несмотря на то что я не подкармливала ничего не делала не привередлив вот здесь вот буквально два кустика прошлом году я весной посадила я получала по интернету заказывала получила и сразу сюда посадила так петок это очиток эверса очень мне нравится можно я думала что можно в ампельные горшки его садить в ампельном горшке он не очень вот смотрите это горшок это в теплице он вырос вытянутые цвета не хватало цвет конечно не потерял что этот голубой что тот голубой самые солнечные меч места предпочитает я тут его опилками на всякий случай на зиму засыпала но я так думаю и без опилок он прекрасно бы перезимовал очень зимостойкий рекомендую здесь тоже самое ну я специально по краям клумбочки сделала посадила вернее типа чего покровники а в центре у меня каменные розы каменные розы тоже вот они бордовые от того что они нам в открытом грунте зимовали если я их занесла бы в теплицу они бы были просто серого цвета прекрасно зимуют ну вот этот отчиток эверса потом за лето он так вытягивается свисает но это у меня каменные розы да по поводу вот каменные розы хотела вам показать вот такие вот трубчатые они не очень что-то было у меня их много вот остался один за зиму и вот такие я в магазине брала в цветочном это зарубежный сорт их много-много они были в горшочке прям один на один натыканы такие как букет вот такой вот ну вот выжил вот этот сорт у меня один вы выжил не было их наверное три или четыре сорта но пока вот выжил один и вот здесь я так думаю только потому что в опилках роз и еще покажу вот здесь такой же такая же каменная это роза это мне говорили что это все уличная вот ну вот действительно перезимовал но я так думаю что он был просто закрыт вот этим почвопокровником потому что у меня их здесь было несколько штук все замерзли теперь вот этот почвопокровник честно говоря я получала его с цветкова как-то вместе с живучками ну и выносила на рынок я ни один не продала у меня было 100 до 102 кассеты ну и вот такое вот у меня остался один за лето пропали все я не знаю в чем причина то ли перезаливали то ли не дать заливали вот это все что осталось это вот с одного куста выросла у нас на рынке его вот он когда начинает цвести вытягивается цвет у него некрасивый но когда он вытянется чуть побольше его у нас продают на срезку он примерно сантиметров может быть 30 вырастает на срезку продают ну как дополнение букету сейчас покажу вам живучку это живучка ползучая у меня их три вида ну тоже я получить получила в цветкове рассчитывала что ну их много сортов вообще-то рассчитывала что они пойдут на рынке они не пошли почему-то может народ еще не знает что это такое и еще как-то по-другому называют но мы называем живучка ползучая не могу не показать груша в нас набирает цвет так что нас тепло наступает весна слава богу нас бог может мы от этого коронавируса избавимся это второй вид живучки вот такой вот расцветочка сейчас еще покажу а это вот живучка такая пузырчатая ой зафиксирую сейчас покажу вербейник монет 4 не могу не показать примулу конечно это не относится к теме но тем не менее вообще-то я не садила белые они у меня потом белые стали сорта вон пчелки уже полета полетели красавица прилетела боже мой так вот это не могу не показать слива расцвела это какой-то итальянский сорт сливы там сын нам привез прямо в поздно-поздно осенью плодоносит и сладкое и вот черешня у нас тоже цветет я знаю что многие смотрят из севера ну порадуйтесь за нас вот посмотрите вербейник монетчатый проснулся вот он быстро быстро начнет набирать силу сейчас мы его польем подкормим вот это я не знаю не говорили название но я не знаю вот сам маточник куст сейчас покажу где вот он сам маточник небольшой куст но летом он начал давать вот такие вот такие огромные-огромные плети эти плети укоренились тут под деревом под черешней я и внимание на нем не обращала но вот оказалось что за зиму все эти плети укоренились мало того они еще и сюда на грядку перелезли и у меня теперь абсолютно все теперь вот в этих растениях ну пусть растет здесь у меня за теплицами место теперь вот хотела показать вот такой почвой покровник купила я в магазине не знала как называется но очень-очень красивый мне так понравился а на зиму я напугалась что он у меня не перезимует и посадила в горшок и в теплицу и посмотрите что случилось с ним в теплице не переносит он жару видимо ему нужен зимний покой но очень красивый я постараюсь вот этот вот кусочек который не случайно не выкопался я постараюсь его сохранить потому что просто красивый необыкновенный видимо это уличный но еще вот такое есть на улицу я его вообще не садила но и в теплице он не рос я не знаю может быть это и уличная камнеломку выкопала вот в этом месте у меня здесь росло я его выкопала и на зиму камнеломку в теплицу а вот здесь остался случайно куст вот он он прекрасно перезимовал то есть камнеломка тоже прекрасно зимует сейчас еще покажу что ну вот это у меня новинки вот это вот порсения в общем растет вот так вот небольшой побег вот я его в горшочки садила небольшой побег растет потом вот такой вот побег на концах побега начинает зацветать потом вот эти вот появляются у него такие пасынки которые прям как как плоды осыпаются 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 и вот тут насыпалась у меня тут куча вот и они потом весной прорастают я так думаю я их опять же занесла в теплицу на улице бы они сейчас уже были вот просто бордовые вот как на картинке нарисовано бордовые на улице бы они были ковром бордовым вот очень красивые зря я занесла теперь вот есть у меня такой очиток или седум варегатный вот он пестролистный это я купила только осенью теперь вот такой есть это все уличное все на улице тоже только купила еще даже не рассаживала меленькие меленькие такие вот розочки он тоже пестролистный вот картинку я не показала и вот это тоже бордовый седум но тут он плохо зимовал вот плохо ему было в теплице мне же бы вот ненормальный надо было сразу высадить в грунт а я тут его и поливала и подкармливала вот он только-только-только начинает отходить я хочу сказать что не заносить вот то что на уличные не надо заносить домой или в теплицу все до завтра вот это все просто и все подкармливает